Активно продают. Ничто. Толкают новые курсы личностного роста бизнес-марафона и будущий успех каждому зазевавшемуся лоху на своем пути. Продает не навыки или опыт, а буквально воздух. Главный и единственный универсальный критерий инфо-цыганства очень простой. Вас учат тому, в чем сами вряд ли разобираются. Вот эти слова Ксении Собчак так обидели инфобизнесмена Сергея Тарасова, что он состряпал судебный иск. А журналистки требуют целых 100 миллионов рублей. Скандальные высказывания прозвучали в одном из выпусков ютуб-проекта Собчак. По ее мнению, многие известные блогеры проводят тренинги и марафоны, не имеющие практической пользы. В пример привела курсы Регины Тодоренко, Виктории Бони и Гусейна Гасанова. Эти селебы показывают в соцсетях свою шикарную жизнь. Обещают подписчикам, вы тоже так можете. Заплатите, научим. Сергея Тарасова, известного под псевдонимом Брис, Собчак не упомянула. Хотя он тоже хвастается в инстаграме своей яхтой. Мужчина уверен, термин инфо-цыган ему не подходит. Он серьезный бизнесмен, ведет курсы по инвестированию и созданию капитала. Также Брис улечил Собчак в сенофобии. Считает, что она оскорбила более 800 тысяч цыган, живущих в России. Использование слова инфо-цыган, кому бы то ни было, грубо нарушает сразу несколько статей Уголовного кодекса Российской Федерации и является возбуждением ненависти к целой этнической группе граждан. Напомню, что цыгане, плечом к плечу, с другими гражданами Советского Союза сражались против немецко-фашистских захватчиков. 11 из них стали героями Советского Союза. Остальные верните мои деньги. Сами представители цыган не согласны с тем, что их народ традиционно связывают с нечистоплотностью и мошенничеством. Музыкант Григорий Деметр подчеркивает, историческая миссия цыган помогать разделить тоску или наоборот веселить. Прежде чем чего-то говорить, нужно понимать. И тот стереотип, который сложился о цыганах на сегодняшний день, это своего рода тоже бизнес. Потому что 21 век, неужели вы думаете, что они реально попрошайничают вот так и так живут? Нет, конечно. Конечно, больно и неприятно, потому что для моего народа это еще одно пополнение, как говорят, не в ту сторону. Сама Собчак, комментируя иск против себя, заявила, что была готова к претензиям от героев фильма. Обвинение в разжигании межнациональной розни ее удивило, но ей, мягко говоря, все равно. Термин инфо-цыгане придумала не я. Предубеждений ни к одной нации у меня нет. По поводу цыган. Народ с богатой историей и культурой. Уважаю. По поводу претензий Сергея Бриза. Тем временем расследование про инфо-цыган набрало на ютюбе почти 4,5 миллиона просмотров. И еще неизвестно, кто больше выиграет от этого скандала. Истец Сергей Бриз или Ксения Собчак?